понимая что название получилось сегодняшнего выпуска достаточно таким громким но хочу вас заверить это не ради хайпа если вы досмотрите до конца вы поймете о чем вообще сегодняшний выпуск и почему именно такое название а пока хотелось бы поблагодарить всех тех кто поддерживает канал антитопор донатами делая это с помощью сбербанка бусти или патреона подписаны на это также благодарю за лайки которые вы неохотно но некоторые из вас ставят а еще хочу напомнить что моя книга записки странствующего армянина первый том еще есть в наличии ее можно заказать пройдясь вот по этой самой ссылке в описании этого видео в ютюбе вот там пройдитесь по анкете приложите чек и отправьте далее а если вы живете не в россии то напишите на электронный адрес имеющийся там же в описании видео водар собака mail.ru и мои помощники обсудят с вами как вам страну отправить эту самую книгу ну что ж от всего сердца хочу поздравить турцию с нобелевской премии которая ей которую ей принес уроженец ее армянин дарон аджимовлу он хоть и живет давно в штатах имеет и турецкое тем не менее гражданство это третий представитель турции получивший нобелевскую премию первый был араб азиз санджар второй черкес орхан памук и вот а третий представитель турции армянин дарон аджималу а любопытно что все три представители турции не турки кстати и у армян тоже копилка конечно же ведь и для армян это третий армянин получивший нобелевку первый был торг са гиан второй ардем патапу тян и вот третий дарон аджимовлу тем самым армяне не только стали единственными представителями за кавказе у коих нобелевские лауреаты но и народом у коих их больше всех на всем кавказе после армян только у черкесов один представитель насколько я знаю это нехорошо и неплохо это вот такая вот данность приятная данность а для кого-то и неприятное вот о них для кого это неприятно как раз сегодня и поговорим наши самые древние умные соседи на востоке с которыми не были знакомы ни римляне ни византийцы а науке толку с них как сослиного молока муллына средина все пытаются внести раскол между армянами и тюркскими народностями мусульман тоже но во первых с ними я уже сделал ролик тем не менее с тюркскими это сделать им проще чем с мусульманами опять же так кажется фонду гейдар алиева и пропагандистом но любопытно что самая грамотная часть этого самого тюркского мира понимает разницу а между армянами и азербайджанской пропагандой а кто не понимает кому советую посмотреть хотя бы этот выпуск до самого конца а проверить факты ну мало ли может я говорю неправду может быть такое для кого-то наверное да тем не менее сделать после этого наверное а вывод после того как вы проверите правду я говорю или нет и ответить самому себе хотя бы на вопрос что для вашего народа тюркского если вы представитель тюркского народа что для вашего тюркского народа конкретно сделали армяне и сравнить с тем что сделали азербайджанцы свои тюрки так скажем в кавычках тем более тюркский мир скоро собирается перейти на общий тюркский алфавит основой которого является турецкий алфавит созданный армянином из той же турции что и нобелевский лауреат агопом мартаяном или как его называют турки агопом делачаром ну вы тюрки конечно же понимаете что значит делачар да то есть открывший язык имеется ввиду создавший турецкий язык минуточку армянин создал современный турецкий язык сами турки говорят они вот так называют делачар да что там язык музыка первую нотопись для турецкой музыки забрел 18 веке армянин амбарцун лимон джан даже символ пантюркизма который вам пихают изо дня в день вот этот самый училал тоже придуман армянином из турции левоном добая нам с почестью похороненным там же в турции и похоронены кстати говоря как бы не было это смешно пантюркистами их было на похоронах очень много и вообще-то много всего интересного но я на одной турции это зацикливаться не буду и вообще неудивительно что азербайджанцы только и делают что подкупают натравливают и прочее зависть древней армянской культуре которые азербайджанцы частично позаимствовали в виде музыки и кухни история армян все же накладывает на них грубый отпечаток и это не сегодня родилось и не вчера известная запись узира гаджибекова где он говорит о стремлении к знаниям армян и безразличия к этим же знаниям мусульман так гаджибеков называл азербайджанцев так как они себя сами так называли мусульманами а русские их кавказскими татарами потом советская власть которая была против религии решила переназвать их этих самых мусульман азербайджанцев то бишь в тюрок и вот школах баку начали изучать уже тюркский язык до конца 30-х годов пока им не присвоили новое название азербайджанец то есть до этого они изучали мусульманский язык то бишь нынешний который азербайджанский потом так называемый тюркский язык потом уже только азербайджанский так вот гаджибеков впрочем не только он вот иллюстрация журнала моллана средин 1909 года в котором автор гурмангулы шарифов делится своими впечатлениями после посещения армянского села агулись агулись и сравнивает его с мусульманским азербайджанским городом ордуба это это в нахичеване находятся эти эти две местности иллюстрации говорят за себя где армяне а где кавказские татары автор пишет хочу отметить что село похоже на ухоженный район тбилиси красивые особняки чистые улицы много больших и красивых мостов много школ библиотек читальных залов и зданий с потрясающим учебным оборудованием и убранством клянусь аллахом я окаменел а люди не узнаваемые как будто только что приехали из франции их одежда их поведение безупречная чистота говоря чистоте я имею ввиду внешний вид людей я был поражен возвращаясь из алиса вор дуба я увидел что в одном из домов снова читает молитву и собравшиеся там мусульмане снова плачут и мне очень хотелось спросить их мои дорогие почему вы плачете что с вами опять или вы уже поняли что наши соседи вооруженные просвещением придут сюда отберут все ваше имущество и превратят вас всех своих слуг и пусть никто не говорит что это не так если вы обратите немного внимание на историю мировой культуры вы поймете что в конце концов так и будет как вы поняли про агулис он говорит об армянах и про ордубат он говорит уже о своих соплеменниках азербайджанцев ну тогдашних еще только мусульман думаю комментарии тут излишне особенно с последним предложением если вы вы обратите немного внимание на мировую историю культуру то поймете что в конце концов так и будет это то о чем я вам рассказываю когда езжу по миру и говорю о вкладе армян мировую цивилизацию азербайджан скажем так не азербайджан она вот конкретный вот этот азербайджанец показывает просвещенных армян совершающих променад слева и своих соплеменников сидящих рядом с овечьим дерьмом справа и после этого кто-то скажет что армяне воруют азербайджанскую культур мультур армянин саят нова написавший сотни произведений на кавказо-татарском языке больше чем на армянском кстати говоря некоторые из которых до сих пор звучат и в турции и азербайджане и любими эти его произведения некоторые его произведения даже чуть ли не гимнами стали турецко-азербайджанского тандема и я это все вижу когда иногда смотрю турецкое телевидение или азербайджанское телевидение где они друг друга демонстрируют однако пройдемся по другим тюркским скажем так народности крымские татары известно ли вам что крымско-татарский народный танец хайтарма впервые был исполнен в 1903 году армянским композитором александром спиндиаровым хайтарму конечно же танцевали и раньше до спиндиарова но именно спиндиаров собрал весь музыкальный материал для песен разложил на нотопись охарактеризовал ритм хайтармы и теперь крымские татары караимы и крымчаки исполняют именно спиндиаровскую хайтарму упорядоченную им же армянином спиндиаровым карачаевцы первый город в истории карачаевского народа был заложен анастасом микояном в 1926 году инициатором был карачаевец курман курджиев а строительством города под своей подписью и заложением первого камня занялся как раз таки вот анастас микоян именно поэтому до 1943 года город карачаевск назывался микоян шагар то есть город микоян казахи нынче вы гордитесь поэтом абаем десятки казахстанских городов названы именем этого человека но известно ли вам что десятилетиями российское правительство запрещало чтение абая сначала его запрещал николай второй его правительство царское затем большевиками он был запрещен первый то бишь монарх запретил абая из-за того что тот высмеивал монархию и сословия а вторые большевики считали его непролетарским поэтом и только в конце тридцатых годов ливону мерзаяну первому секретарю тогда цк ком партии казахской сср удалось реабилитировать абая кунанбаева казахом когда стали печататься его книги в том числе и на русском языке русскоязычные читатели любители поэзии литераторы узнали вообще абая кунанбаеве также мерзаян открыл первую казахскую академию наук и первую конституцию тогдашней еще казахской сср тоже она была разработана под руководством мерзаяна кстати говоря он уроженец арцаха уроженец карабаха узбеки и каракалпаки к вам теперь обращаюсь прославила на весь мир и сделала брендом узбекский танец армянка тамара петросян известная миру как тамара ханум кстати ее корни тоже из арцаха из карабаха а сестра тамара ханум гуар по моему так ее звали законодательница каракалпакского танца и также прославила каракалпакские танцы каракал пакистан по всему миру вы об этом наверняка знаете только возможно вы не знаете о том что она была армянка как и тамара ханум многие узбеки об этом не знали пока она не умерла пока на ее могилу не поставили крест все думали что она узбечка вот так вот незаметно армяне трудятся отдают весь свой талант все свое время на благо других народов не выпячивая свой народ и это правильно туркмены павел муравян виктор океан браммелик пашаев григорий габриэлянс отцы основатели туркменской нефти благодаря чему в том числе туркменистан и сегодня живет на этом сама нефти на газе там же в туркменистане эдиса сарвазян стала законодательницей туркменской оперы и балета до тех пор это было пока туркмен башини язов не упразднил кыргызы усик аракелян и георгий баграмов те ученые агрономы благодаря которым суровых условиях кыргызстана стали произрастать сроль сочные фрукты и овощи ведь каргызстан это не только ферганская долина где все это произрастает большая часть каргызстана это все-таки горы чем высоченные горы и в первой половине двадцатого века именно вот эти вот ученые армяне агрономы отправили отправились в этот край осваивать это хозяйство край кочевников кыргызов обучать их овощеводству и плодовочному хозяйству по всей молодой республике были посажены бахчевые культуры нынче киргизские дыни и арбузы одни из лучших в регионе как видите я по коротенькой информации дал порядку тюркским народностям и вкладе армян в эти самые народности если разогнаться то это займет часы попробуйте сделать выпуск приближенный этому но замените армян на азербайджанцев посмотрим что выйдет как мне кажется кроме памятника гейдара алиева в какой-то тюркской стране или республике больше ничего у вас не выйдет потому что они больше ничего не способны потому что как гласит старая пословица деньги есть ума не не надо увидимся